Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня среда, 25 сентября 2024 года. Новости у нас следующие. Учителей опять кинули, ну, кинули, вы понимаете, что такое слово, кинули, конечно, в кавычках, с зарплатами. С вас и этого хватит. А теперь разбираемся, с какой зарплатой, почему их кинули. Поподробнее давайте с вами сейчас разберемся. Латвийские педагоги не увидят ранее обещанной им существенной прибавки зарплаты. Все, на что готово правительство увеличить их оклады в следующем 2025 году, это на 2,6% увеличить. На 2,6%. Что значительно ниже того, что рассчитывали учителя. На что рассчитывали учителя? На зарплаты педагогов в следующем 2025 году правительство дополнительно выделило 30 миллионов евро. В результате они вырастут всего на 2,6%. И эта цифра полностью соответствует установке министра финансов Арвилса Ашераденса, который пару недель назад заявил об ограничении темпов роста окладов для бюджетников. Поскольку фонд заработной платы в следующем 2025 году ни при каких обстоятельствах не должен вырасти более чем на 2,6%. Именно на эти проценты и могут рассчитывать латвийские педагоги. Хотя в законе сказано, что зарплата должна подняться на 8,5%. Но в профильных министерствах об этом и слышать не желают, Ссылаясь на финансовый коллапс, острую нехватку бюджетных средств и необходимость жесткой экономии. Правсоюз педагогов это в корне не устраивает. Сегодня учителя намерены провести неочередное заседание, чтобы обсудить дальнейшие действия. А поскольку правительство явно не намерено идти на компромисс, то есть хотя бы пообещать педагогам, что в перспективе компенсирует невыплаченные, вариантов у них немного. Как заявила председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага, это забастовка, отставка судебные разбирательства или выход на улицы. По ее словам, необходимо положить конец политическому насилию в отношении педагогов и тому, что нормы закона не соблюдаются годами. А чтобы акция протеста, вот сейчас послушайте внимательно, большая просьба, послушайте. А чтобы акция протеста, она продолжает, приобрела нужный масштаб и произвела на власти должное впечатление, Ванага заявила о готовности призвать к участию в ней не только латвийских учителей и воспитателей, но и членов их семей. Так что без разборок, без разборок, которые точно навредят учебному процессу, не обойдется. Вот такие новости решил я, буквально, друзья, свежие новости. Свежие новости. Пишите комментарии по поводу учителей, что учителей опять кинули с зарплатами. Знаем прекрасно, что нас смотрят и учителя, как бывшие, ну, пенсионеры, так и ныне действующие, работающие учителя. Передаем всем отдельный привет, конечно же. Пишите, если, конечно, нетрудно вам, комментарии, пожалуйста, что вы думаете, как вам с зарплатами. Я уже много раз говорил на эту тему. Сейчас куда деньги все должны уходить и уходят? Куда? Знаете прекрасно, куда, да? Я просто сейчас комментирую, комментирую, но буду ждать ваших комментариев, что вы ответите. Добьетесь вы повышения того, которого вы добивались, когда вы ходили, помните? Зайдите, пожалуйста, кто недавно к нам подписался и еще не подписан, зайдите к нам на канал, посмотрите, сколько у нас новостных, конечно же, видео. И не только новостных. Мы эту тему поднимали уже сколько раз. Вот когда учителя бастовали требования, выдвигали профсоюзы, учители и так далее, они еще вместе с медицинскими, ну вы понимаете, с врачами там, да, 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 совместно было. Было. Когда еще Каринч был, вспомните, друзья. Да, 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 премьер-министр. Ну как сейчас? Пойдут они на уступки? Вот это самый главный вопрос. В данное время они пойдут на уступки на увеличение на 8,5% или все-таки на 2 с копейками процента? Сколько там сейчас уточним? 2,6. Все. Но Шарада сказал, вот это максимум все, что мы можем. 2,6%. Пишите. Поставьте лайк под видео, подпишитесь на наш канал, кто еще не подписан, зрители, большая просьба, подпишитесь. Поделитесь в социальных сетях. Да. Желаем всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. До свидания. Еще раз всем большое спасибо за поддержку нашего канала. Ну, еще раз, еще раз пользуюсь случаем, раз уже здесь про учителей заговорили, учителям, привет отдельный, конечно, работникам школ. Вот, правильно сказать. Всем, кто работает в школах. В школах, учебных заведениях, и тогда воспитателям, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, конечно же. Спасибо. До следующих видео.